Добрый день! Меня зовут Анжелика. Я художник. Сегодня предлагаю вам окунуться в мир акварельной живописи. Сегодня поработаем в технике скетчинга. Нам с вами для этого понадобятся акварельные краски, кисти, бумага, карандаш, пластик. И хорошо, если вы будете рисовать с натурой. Сегодня предлагаю нарисовать вам круассан. Можно рисовать по фотографии, можно с натуры. Для начала нам необходимо сделать набросок. Мы его делаем карандашом. Так как вот круассан, который у меня в натуре, он более такой формы, как бы проще. Поэтому я предлагаю рисовать все-таки круассан, который такой вот как немножечко выгнутый. Значит, мы смотрим внимательно за тем, как идет линия, да, где она повышается, где она опускается. Сначала мы делаем набросок. Его делаем тонкими линиями, сильно на карандаш не давим, потому что акварельная бумага не любит, когда на нее сильно давит, и она повреждается, когда мы начинаем ее вытирать при помощи ластиков. Ластик лучше использовать необычно, это клячка. Она мягкая, вот, и она меньше всего повреждает бумагу. Ну вот, смотрите, в принципе, круассан похож у нас на букву С, да, с этим все просто. Если вы так будете думать, что это более такая простая форма, да, это буква С, то он у вас сразу, я думаю, с первой же попытки получится. Так, ну вот, в принципе, предварительный набросок готов. Я могу посмотреть, где у меня находятся свет и тени, и, конечно, я отмечу блики. Вам тоже лучше отметить блики, чтобы их не закрасить, потому что, если мы акварелью закрасим бумагу, то сложно снять потом акварель, или нам надо будет использовать гуашь. Вот, я намечаю, где у меня идут блики. Блики идут вот у меня по форме. Здесь тоже у нас есть блики, но тут у нас свет падает с нескольких сторон, поэтому здесь немножко сложнее рисовать. Если вы будете рисовать с натуры, присмотритесь к своей натуре, и лучше, если будет у вас один источник света, а не несколько, тогда вам будет проще нарисовать. Наметила блики и намечаю падающие тени. Вот они здесь на рисунке у меня уже есть. Здесь я тоже их прорисовываю. В технике акварельный скетчинг я люблю использовать еще дополнительно линеры. Можно использовать черную ручку, белую ручку. Можно даже использовать карандаши и фломастеры. Это тоже все будет на пользу. Ну вот, предварительный рисунок готов. Давайте мы с вами посмотрим, какие нам краски понадобятся для этого рисунка. Лучше всего, если вы их протестируете или посмотрите на бумаге. Вот я вам сейчас просто покажу, какие краски, да, есть у меня и какие могут быть у вас. Ну, так, чтобы у нас получилось аппетитно, лучше использовать оранжевый цвет, который мы будем смешивать с другим цветом. Коричневый цвет, у меня нефская палитра, это называется умбраженный. Он вот так вот выглядит, видите, сразу будет очень такой загорелый круассан у меня, поджаристый. И для тени нам понадобится еще фиолетовый цвет, здесь очень насыщенный. Мы его будем смешивать с умброй. Вот, посмотрите, видите, какой оттенок получается. То есть в тени будет отлично этот цвет смотреться для того, чтобы показать, что круассан у нас такой хорошо прожаренный. Так, и для тени. Для тени нам понадобится, можно взять вот, в общем-то, ультрамарин или синий цвет, который есть в вашей палитре. И сюда я могу немножко добавить цвет самого круассана. Можно взять вот немножко оранжевого цвета и вот подмешать. Получится вот такой немножко серый цвет. Ультрамарин и оранжевые цвета, это у нас противоположные, поэтому при смешении они дают серый цвет. Ну что, начнем? Значит, первая заливка, можно сделать ее более светлой, можно сразу брать более насыщенный цвет. Смотрите, в акварель при высыхании она становится светлее, поэтому вы не боитесь брать немножко ярче цвета, чем они у вас есть. И прежде чем на бумагу переносить краску, вы обязательно тестируйте ее на листочке, потому что бывает, что мы берем достаточно или темный, или светлый цвет. Вот. Бумага у нас, как правило, я рисую сейчас на целлюлозе Фабриана, но какая у вас будет бумага, на такой будете рисовать. Я беру оранжевый цвет и немножко в него подмешиваю сразу умбру, чтобы он у меня не был сильно насыщен. Вот я смотрю, какой цвет у меня получается и начинаю рисовать. Значит, можно сразу краску много брать на кисть и вот я начинаю прорисовывать. Если я хочу, чтобы у меня где-то цвет был более светлый, соответственно, я возьму больше воды. Чем больше воды в акварели, тем акварель будет у меня более светлая. Можно сделать такую немножко растяжку вот здесь более светлым цветом. Вот. Если я хочу, чтобы у меня акварель стала более темным, я сразу беру более насыщенный цвет, то есть меньше воды и больше пигмента, и тогда акварель становится темнее. Ну, в общем-то, я планирую еще пройтись по круассану еще одной заливкой, поэтому я могу это сделать во вторую заливку, добавить все более темные цвета. Так, где у нас тени, мы тоже добавляем, чуточку потемнее сразу себе намечаем. Где блики, мы их не закрашиваем, мы их можем потом или оставить белыми, или немножко протонировать. Вот. Скетчинг – это техника быстрого рисунка, с натуры. Очень удобно рисовать в путешествиях, и путешественники рисуют не только акварелью, но и, в общем-то, любыми средствами, которые у них есть. Поэтому возьмите себе на вооружение, и если будете где-то отдыхать, то эта техника вам прям очень пригодится. Так, ну я смотрю, где мне хотелось бы сделать потемнее. И сейчас я беру фиолетовый и добавляю в него умбру жженую. Там, где у меня тени более темные, да, вот можно пройтись, вот здесь складочки будут. Здесь вот у круассана тоже есть такие места, где не очень ровная поверхность, да, и вот мы это тоже все с вами показываем. Его такую пористость, слоеное тесто. Если у вас бумага быстро высохла, ну, как бы это нормально. Вот, если она у вас влажная, то вливание цвета в цвет будут более такими мягкими. Если она подсохла, то будет более такой жесткий край. Ну, вы увидите. Я рисую кистью синтетической, она более такая управляемая. Но в акварели рисуют не только синтетика, но и белочками. Белочка, она больше набирает воду, поэтому, если вы хотите, как бы, лучше контролировать кисть, то лучше брать кисть, которая содержит или там искусственная белка, или синтетика. Вам будет проще регулировать воду. Так, ну вот я смотрю, где у меня есть более такие темные места добавляю. При этом я стараюсь не закрашивать. Вот я показываю, да, что вот где-то тесто, оно у меня переходит с темного светлого. Сейчас немножко добавим оттенка в блик, чтобы он не был у нас таким прям совсем открытым. Беру немножко такой цвет, светло-голубой, или можно взять еще капельку такую холодновато-фиолетовую, потому что, как правило, свет у нас бывает холодный, если естественное освещение. Если искусственное, то свет будет теплый. Пока у меня немножко подсыхает акварель, я могу сразу сделать тень. Для тени я беру ультрамарин, как я говорила, да, и добавляю в него капельку оранжевую. И он станет просто более сложный, такой серый цвет. И прохожусь кистью сразу под самим круассаном. И если у меня не подсохло, то у меня будет такое переливание одного цвета в другой. И будет более объемный рисунок сразу с появлением тени. Музыка Музыка Ну и чтобы показать пористость, скажем так, фокусы, в текстуру теста, да, вот немножко добавляю всяких там крапинок, более яркими цветами. И где-то еще затемняют тени. Музыка В акварельной технике очень любят ставить брызги. Значит, я вам сейчас покажу, как можно набрать на кисть цвет, тот, который мы используем с вами в самом рисунке. Вот, я набираю на кисть. Кисть должна быть наполнена водой, достаточно мокрая. И можно вот так вот сделать такой набросок. Сейчас немножко мы подождем, когда подсохнет акварель, и мы добавим с вами сюда еще и линер. Линер и белую ручку. Значит, и ждем сейчас высыхания. Несколько минут может нам понадобиться, чтобы это все подсохло. Какие-то контрасты мне просто хочется где-то добавить. Линер мы для чего используем? Мы можем ими подштриховать тени, просто подчеркнуть форму. Это всегда смотрится достаточно интересно. Вот, ну, белая ручка тоже нам помогает. Вот, иногда мы, если мы закрасили с вами вдруг блики, то при помощи этой ручки мы можем их высветлить. Сейчас мы давайте подождем пару минут, и потом продолжим. Бумага подсохла, и мы с вами продолжаем. Я беру сейчас линер. У вас, может, если нет линера, вы можете взять обычную черную ручку. Если акварель подсохла, вы можете рисовать даже гелевую, она у вас не расплывется. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. Значит, где-то можно подчеркнуть контур, показать фактуру, затемнить. Здесь можно их создавать штрихами. Можно рисовать какие-то кружочки, вот, подчеркивать неровности все. Вот как раз линер в этом вам и поможет. Сейчас вот я покажу, как можно тень делать. Значит, один из вариантов, мы можем ее просто заштриховывать, а другой вариант, мы можем применять разные виды штриховки в разных направлениях. Ну, то есть, такой более декоративный подход. Мы же тут с вами нереалистично рисуем, да, это более такая развлекательная техника. Но, с другой стороны, она очень хорошо тренирует. И вы можете рисовать ей ежедневно любые предметы, которые у вас есть дома. Вы можете применять эту технику, потренироваться и стать специалистом. Вот видите, я немножко в разных направлениях подштриховываю. Создаю такую фактуру, чтобы у меня тень была не одинаковая. В каждой работе можно использовать разные штриховки. Ну, если вы... Можно придумывать свои, есть уже какие-то готовые варианты всегда. Вот, сейчас мы возьмем ручку и можем кое-где показать. Вот видите, как она работает. Даже если... Вот мы оставили с вами место для бликов, а рядом мы можем какие-то более тонкие такие показать. Блячки, да, может быть... Ну, круассан, видите, он такой фактурный, у него блеск, вот, распространяется не всегда очень, так скажем, равномерно, да, и большими плоскостями. Может, где-то кусочками. Вот мы тоже это с вами можем спокойно показать. Все, наш круассан готов. Теперь ваша очередь.